Какие-то особые решения готовятся в российском государстве на период после сентября 2021 года. Я считаю, что это будет тотальное ограничение прав и свобод. Я не исключаю полной отмены выборов в нашей стране. Я не исключаю запрета вещаний любых СМИ, которые признаны иностранными агентами. Просто эти организации не смогут выходить в свет нигде и никак. Я не исключаю, что будет изменена вся политическая система государства, и мы окажемся на грани введения военного положения. С чего вы черпаете эти пессимистичные проблемы? Которые позволяют избавляться от выборов. Я черпаю их из того, что у российского государства, у российских властей не осталось естественных ресурсов для поддержания своей легитимности. Если главным агентом государства становится ложь, то тогда правда становится иностранным агентом. И это отражает все то, что происходит в российской общественной сфере. Если все организации, защищающие права и свободы граждан, оказываются иностранными агентами потому, что они защищают права и свободы граждан, а не потому, что какая-то гражданка Армении перечислила полтора доллара. Когда телеканал показывает всех, вот мы сегодня видим в течение последнего часа, я вместе с вами смотрю дочь, все на экране, все видны. Но видны в том числе те, кого российские власти не хотят видеть ни в каком виде на экране, кроме как за решеткой. Это означает то, что сама правда становится иностранным агентом. Это нетерпимая ситуация для российских властей. Для них не стоит вопрос, эта правда занимает полтора процента на выборах, или упаси бог пять с половиной, или еще страшнее 15 процентов. Дочь смотрит миллион человек или смотрит сто тысяч человек. Неважно, потому что одно слово правды разрушает всю систему лжи, вне зависимости от того, сколько людей стоят за этой ложью. И даже если за этой ложью стоит сама власть. И государство будет стремиться к совершенству, оно будет стремиться стерилизовать все те сферы жизни, в первую очередь политические, в первую очередь свободу массовой информации. Для того, чтобы картина жизни у людей была абсолютно забетонирована, чтобы там не было ничего, кроме лжи. Чтобы ни один голос депутата, ни одного депутата в Государственной Думе не смог сказать правду. Чтобы картинка голосования за поправки Конституции Путина навсегда стала судьбой российского парламента. Когда против ноль голосов, ни одного человека, никто не голосует против. Им нужна дума согласных.